ВИЧ-симптомы у мужчин по сравнению с ВИЧ-симптомами у женщин. Мужчины ведут более активный в сексуальном плане образ жизни, чаще меняют половых партнеров, поэтому шанс заразиться ВИЧ у мужчин больше. Зато по статистике, при рискованном контакте с ВИЧ-инфицированным партнером, шанс заразиться СПИД больше у женщин. Здесь работает геометрия. Площадь рискованного участка слизистой у мужчин, головка полового члена, гораздо меньше, чем площадь всей внутренней поверхности влагалища у женщин. Теперь переходим к изложению ВИЧ-симптома у мужчин. Лихорадка, повышение температуры. Этот симптом может проявиться сразу после заражения вирусом иммунодефицита. Через 2-3 недели температура нормализуется. Головная боль. Может быть периодическая, может слабая, но постоянная. Как при переутомлении или эпидемии гриппа. Сыпь или участки бисквитной кожи могут появляться в течение 1-3 недель после заражения. Это один из реально видимых симптомов ВИЧ. Увеличение лимфоузлов в паху, на шее, под мышками. Лимфоузлы увеличиваются и становятся твердыми. Не болят. Потеря аппетита. Может быть и от заражения ВИЧ, и от гриппа, и от неурядиц на работе. Но в комплекте с остальными ВИЧ-симптомами мужчинам желательно пораскинуть мозгами и сходить сдать анализы. Действительно, если все симптомы ВИЧ собрались вместе, вспоминайте свои подвиги и отправляйтесь на экспресс-тест на ВИЧ. Здесь есть еще один минус. ВИЧ-симптомы у мужчин проявляются намного более незаметно, чем ВИЧ-симптомы у женщин. Это приводит к тому, что мужчина думает, я здоров, никакого СПИДа. А на самом деле, давно уже пора принимать меры. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей. ВИЧ-симптомы у женщин.